Все ректоры Беларуси и коллегиум собрались у президента, чтобы, как выразился глава государства, встряхнуть вузы. Медик из Минска родила ребенка в домашних условиях и убила. НАТО стягивает технику к границам с Беларусью. Компания Apple выпустила очки Vision Pro, которые позволяют совмещать прогулку с возможностью поработать, поиграть и даже посмотреть фильмы. Всем привет, меня зовут Виктория Масько и сегодня я вам расскажу несколько актуальных новостей уходящей недели. Все ректоры Беларуси и коллегиум собрались у президента, чтобы, как выразился глава государства, встряхнуть вузы. Если широко взять цифры и факты, то белорусское образование довольно сильно спрогрессировало. С 90-х количество вузов выросло с 30 до 50, и все они на данный момент действующие. Ну и первый вопрос на повестке – бегство молодежи за получением образования за границей. В первую очередь студенты должны учиться в нашей стране и оставаться здесь же, как востребованные специалисты. Ну и, конечно же, нужно работать с идеологией молодежи. Как пример, 2020 год. Глава государства отметил, что именно смыслы и идеи, которые заставили выйти молодежь на улицы, были заложены в аудиториях. А также дурман от западных ценностей, о которых, если честно, даже говорить стыдно. И, кстати, хотим обратить внимание на образование для иностранцев. Сейчас у них на первом месте выходят технические специальности, которые, казалось бы, у них дома также развиты, но почему-то все едут учиться к нам, что не может нас не радовать. И не забываем, что девиз года качества – превзойти себя. Поэтому поднимаем планку требований к себе и честно признаем, где не дорабатываем. Медик из Минска родила ребенка в домашних условиях и убила. Женщине 35 лет. У нее есть ребенок-подросток. Семья довольно благополучная. Но, как оказалось, ребенок был совсем нежеланный, а пара начала искать выходы из ситуации, чтобы прервать беременность. Но записаться в медицинские центры они не могли, и причины на данный момент слегка непонятные. Именно поэтому женщина никому не говорила, что беременна и делала уклон на то, что слегка поправилась. День родов начался, когда она была у своих родителей в Несверском районе. Спала женщина со своей дочкой в одной комнате, поэтому ей приходилось держать схватки, чтобы ее не разбудить. Родила она мальчика, перерезала пуповину и положила его лицом на кровать, чтобы ребенок задохнулся. А когда хотела извлечь пуповину, то поняла, что что-то не так. Оказалось, что она была беременна двойней, а второй плод у нее остался в животе. Через время, чтобы женщина не умерла от кровотечения, ей пришлось вызвать скорую помощь. Женщине-медику, убившей двоих новорожденных детей, грозит до 25 лет лишения свободы. К сожалению, польские власти действуют по указке и интересам Вашингтона. НАТО стягивает технику к границам с Белоруссией. Учения на польской территории будут проходить около пункта пропуска Берестовица-Бобровники. А генеральная команда Польши уведомила своих граждан о передвижении техники по всей стране и предупредили не публиковать фотографии о перемещении боеприпасов. А сами же активисты политической партии Фронт требуют открыть пограничные переходы с нашей страной и наладить диалог. Все-таки люди видят правду. А в мире техники снова новинки, правда, не каждому доступные. Компания Apple выпустила очки Vision Pro, которые позволяют совмещать прогулку с возможностью поработать, поиграть и даже посмотреть фильмы. Сами очки весят от 600 до 650 грамм и при длительном использовании начинают давить на голову и греться. А время работы в среднем от 2,5 до 3 часов. Полная зарядка занимает 1,5 часа. В Vision Pro не кружится голова, но может укачивать, если без привычки смотреть 3D-фильм. Из всего можем сделать вывод. Это хорошая гарнитура виртуальной реальностью на 2024 год, но она отпугивает обозревателей своей сыроватостью и высокой ценой в 3500 долларов. А на белорусском рынке стоимость Vision Pro от 20 тысяч белорусских рублей. Компания Apple подарила разработчикам Vision Pro картинку девайса в рамочке. Так компания поблагодарила сотрудников за кропотливый труд. Вот такое вот начальство года получается. А с вами была я, Виктория Масько и несколько актуальных новостей. Встретимся на следующей неделе.